Всем привет, с вами Fallfire. С момента открытия дэва прошла уже целая неделя, и улитки решили еще продлить тестовый сервер. За это время произошли некоторые важные изменения, о которых я вам сейчас расскажу. Начнем как обычно с авиации. Германии достался новый прем, Су-22М4. Это абсолютная копия той машины, которая находится в ветке прокачки. Из вооружения представлены Х-29, Х-25, С-25Л и куча различного неуправляемого вооружения. Обычно геймплей на этом самолете сводится к одному, чтобы быстро откидать ракету Х-29 и вернуться обратно на аэродром. Но можно конечно рискнуть и примить неуправляемое вооружение, или попробовать навести Х-25 без прицельного контейнера. Как штурмовик пойдет, но только не совсем понятно, зачем было добавлять тогда премиумный торнадо. В Су-34 забрали Гром-1. Это уже не в первый раз, когда улитка показывает что-то в тизере, а затем на основе это внезапно пропадает. И тут либо это гениальный маркетинговый ход, чтобы для начала завлечь игроков чем-то необычным, а затем это удалить. Либо это простое шаблонное добавление вооружения без предварительной оценки его эффективности. Но если где-то что-то отняли, значит где-то что-то и добавят. Так у нового Ми-8 появился РЛС. Теперь вертолет уже выглядит интересно, особенно если на релизе ему оставят такой же боевой рейтинг. Британский Ми-24 получил западные бомбы. Хотя мне кажется, мало кто использует бомбы на вертолетах, поэтому их добавили, чтобы они там просто были. Япония тоже не ушла без подарков. Теперь на 9.7 в игре будет еще один Харьер. У японцев будет хотя бы один самолет на этом БРе с контрмерами. На самом деле неплохой прям. По крайней мере будет выбор между Фантомом и Харьером. Китай внезапно получил топовую версию 2000-го Миража. Это копия 5F, но без возможности штурмовки. Это будет исключительно истребитель. Откуда у Китая Мираж? Это тайванский Мираж, который был поставлен еще в 1997 году. Разнообразная получается авиационная ветка у Китая. Франция тоже получает еще один Мираж. Расположен он в ветке бомбардировщиков. Самолет может взять как истребительный вариант подвесов, состоящий из шести ракет Мика и двух Мэйджиков, так и ударный. Но если его сравнивать с конкурентами, то для штурмовки загрузка скромная. Можно подвесить всего лишь две ракеты АС-30 и три Каба. Ну а для обороны есть две Мики и два Мэйджика. И теперь самое интересное. В следующем патче появится новый прем восьмого ранга. Шведский Виген на боевом рейтинге 13.0. Это следующая волна высокоранговых премов. Улитка решила в этот раз начать в Швеции, но в дальнейшем я думаю, что подобные прем самолеты появятся и у других наций. Виген несет ракеты РБ-99, а ниже шведский вариант АИМ-120. Так что в игре это будет первый прем, который сходу обладает геймплеем текущих топов, но только для авиационных режимов. Потому что из подвесов против наземки у нас есть только нары. Насчет итогового боевого рейтинга 13.0 я не уверен. С одной стороны у нас представлен Виген, который будет проигрывать топовым истребителям по ОТХ, а с другой у него есть АИМ-120. Но мне кажется, улитка все же влепит ему 13.3. Из наземки британцам добавили АСУ. Объясняет о тем, что она индийская, а значит косвенно относится к Великобритании. Хотя, как по мне, это только усугубляет ситуацию с клонами. Япония получит в следующем патче новый колесник, вооруженный 30-мм пушкой и пулеметом винтовочного калибра. Еще одна большая бронемашина. Кстати, это копия полковой, за исключением командирского прицела. На флоте тоже есть небольшое пополнение, в виде американского эсминца Багли и японского эсминца Морасами. Теперь перейдем к другим изменениям. Тестовый авиационный вылет обзавелся еще двумя картами, Тунис и Афганистан. Выглядит прикольно, но я бы добавил возможность вылета с авианосца для палубников или сводной поверхности для гидросамолетов, как это было раньше. Понравилось, что теперь можно выставить параметр под атакой ЗРК. Вас спаунят на высоте и на небольшом отдалении от зениток, где можно протестировать вооружение и потренироваться уходить от зенитных ракет. Что я считаю важным этапом в тренировке штурмовика. Теперь не нужно лишний раз заходить в полигон. Также, о чем я забыл упомянуть на первом дэве, так это о том, что некоторым самолетам добавили бомбы. Ку-45, поздним спидфайром, вампиром и Веному. А еще добавили крупные бомбы для Б-17 и Юнверса 288. Сократилось количество боеприпасов у Тесмы. На 30 снарядов меньше стало 20-мм пушки, и тоже на 30 снарядов у 37-мм. Учитывая, что не так давно были добавлены каморники для 45-ок, то теперь это вдвойне выгоднее, потому что там БК остался прежним. На данный момент это были все основные изменения деф-сервера. Если на дэве появится что-то еще интересное, то я обязательно об этом вам расскажу. Поддержите видео лайком и пишите в комментариях ваше мнение насчет грядущего патча. Ну и как обычно, я вам желаю легких фрагов и чистого неба над головой.